Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас есть важная информация, которую стоит обсудить. Я покажу тебе сумасшедшую корреляцию между индексом доллара и биткоином, которую можно использовать для принятия финансовых решений. Также я расскажу тебе, какие прогнозы на конец этого года дают топовые финансовые аналитики. Ну и в конце я покажу тебе очень интересный график, который ты никогда ранее не видел. И я сейчас говорю не про тот, который ты видишь сейчас на экране. Я говорю о более интересных вещах. И если тебе нравится подобного плана контент, как всегда, я был бы очень рад, если бы ты поддержал его лайком. Это всегда очень-очень приятно. На последних видео мы набирали по 6-6,5 тысяч лайков. Это просто безумие на таком-то рынке. Большое спасибо за такую поддержку. И начнем с корреляции биткоина с индексом доллара. Что такое индекс доллара? Это индекс, который обозначает силу доллара против всех остальных фиатных валют мира. И что мы здесь видим? А то, что после достаточно продолжительного падающего тренда, этот индекс пробил линию сопротивления, которая длится годами вот здесь. Для индекса доллара это достаточно бычий сигнал. Обычно мы наблюдаем обратную пропорциональную связь индекса доллара США и биткоина. Если доллар укрепляется, то биткоин падает, и если доллар слабеет, то биткоин растет. И как ты видишь сейчас, когда индекс доллара растет, биткоин падает. Так что определенно за этим стоит следить и стоит этим пользоваться. Сейчас индекс доллара выглядит побычьей, но вспомни, даже доллар США это фиатная валюта, и с течением времени навряд ли он будет превосходить активы. Но также нужно помнить, что во времена неопределенности на рынках доллар США становится крепче. Просто потому, что люди выходят из активов именно в доллар. Но в определенный момент это изменится, и индекс доллара начнет падать. И именно этот момент и будет моментом разворота криптовалютного и других рынков. Именно тогда мы увидим долгожданные большие пампы на биткоине. И на самом деле, чем дольше индекс доллара будет расти сейчас, тем лучше. И я объясню, почему. Потому что тогда у биткоина будет больше пространства для роста, когда этот индекс начнет падать. Поэтому я за этим буду следить и рекомендую тебе подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые обновления на этом канале. Также я хочу показать тебе еще один очень интересный график. Я уверен, он достаточно редко попадается на глаза, но он очень, очень интересен и очень, очень полезен. Что он нам показывает? Это график актуальной ликвидности на рынке. В книге ордеров мы видим огромные ордера на покупки в диапазоне от 19 080 до 19 190 долларов. Если мы увидим падение биткоина, то скорее всего именно этот диапазон станет первой сильной поддержкой для него. Цена биткоина здесь обозначена пузырьками, где зеленый пузырек это растущая цена, а красный падающая. И мы видим, что когда цена падала, она всегда находила сильнейшую поддержку там, где была массивная ликвидность на покупку. Мы видим аргументацию в пользу этого практически на протяжении всех наблюдений за ценой биткоина. Поэтому зона ликвидности внизу может считаться сильной поддержкой. Но также мы видим, что на массивных пампах цены биткоина она находила сильное сопротивление в зонах большой ликвидности на продажу, что приводило к тому, что цена отталкивалась вниз. Это очень, очень интересный график, который может помочь принимать финансовые решения для торговли биткоином. К сожалению, этот инструмент платный, поэтому я буду продолжать освещать его на этом канале абсолютно бесплатно для тебя. Итак, перейдем к тому, что прогнозируют различные эксперты для фондового рынка до конца 2023 года. А они ожидают отскок во второй половине 2022 и среднюю доходность S&P 500 около 17%. Это означает, что они ожидают увидеть S&P 500 на отметке около 4,5 тысяч долларов. Сейчас, если что, он стоит 3800. Аргументируют они это тем, что ФРС США, возможно, станет смягчать свою политику по отношению к инфляции и рынкам. Теперь я хочу поговорить о более негативных вещах. На этом брутальном медвежьем рынке криптокомпании сталкиваются с большими вызовами. Немногие из них смогут их пережить. Terra Luna, Voyager, Celsius, Three Arrow Capital и так далее. Сегодня еще одна компания, Volt, которая предлагает пассивный доход на биткоины, эфириуме и стейблкоина, заявила о том, что заморозила выводы средств. Надеюсь, что у тебя там не было денег. Что это значит? А то, что еще одна криптовалютная компания фактически признает свою неплатежеспособность на данный момент. Возможно, прямо сейчас они находятся в поиске кредитования, чтобы продлить свою жизнеспособность еще немного. Я хочу сказать, что если ты держишь свои деньги на таких платформах, как Volt, я бы задумался над тем, чтобы вывести их оттуда до лучших времен. Это очень-очень важно. И, наконец, давай поговорим об этом графике. Здесь мы видим несколько параболических фаз биткоина на очень долгосрочной перспективе. Таких фаз 4 и 4 та, в которой мы находимся прямо сейчас. Первая такая фаза длилась 336 дней. Вторая длилась 728 дней. А третья фаза длилась 1057 дней, что в 3 раза больше, чем первая. Я хочу отметить, что каждый раз, как ты видишь, параболическая долгосрочная фаза не только длилась все дольше, но и становилась все менее резкой. То есть, цена биткоина в каждой новой фазе в процентном соотношении растет все меньше. Учитывая это, мы можем предположить, что четвертая фаза, в которой мы сейчас находимся, может быть в 3 раза дольше, чем вторая. То есть, 3 умножить на 728. А это около 2170 дней. И это значит, что мы все еще можем находиться в большой параболической фазе. Но все это, конечно, просто интересная теория. И это нельзя воспринимать как финансовый совет. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. А также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы регулярно говорим о самом интересном в мире криптовалюты. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok